Здравствуйте еще раз. Я в центре занятости просто был и там. Вы не слышите или не слышите? Идите к участковому врачу. Если у вас нет реабилитационной карты, спросите по самим действиям. Пусть дают вам рекомендации, потому что вы ему рекомендуете группу по всей заболевании. Пусть мне вам дают допускать, а не аж компетенция. Ну в том-то и суть. А кто допуск-то вы же должен дать правильный, что участковый меня к вам даже не волнует. Мне посыльные листы не заполняют. Ну я Кубасову сейчас позвонил, он меня к вам отправил. А дело в том, что я с ним-то разговаривал, он мне говорит, до свидания, понимаете? Ну а я что сделал? У вас, говорит, есть ли это? Я понимаю, у вас, говорит, есть ли это лист, называется это вообще? В смысле? Ну он-то у меня просит какой-то лист, это там непонятно. У меня есть розовая справка, есть, говорю, пенсионная. Есть революционная карта. Вот-вот, а почему она у меня-то должна вообще быть? Потому что она у вас должна быть. Я даже не помню, мне вот сказали розовую справку выдали. Это уже не мои вопросы. А я не понимаю, так у вас же все эти документы там никак вообще быть. У нас никаких документов нет. А если бы я розовую справку потерял, ее можно восстановить? Нет, у нас нельзя восстанавливать. Это все восстанавливает в системе Советов. Ну так смысл, в Курганской области это можно восстановить правильно? Не знаю, я далеко от этого. Если бы не было третьей группы инвалидности, да, мы доходом, да. И третьей группы инвалидности и где-то для лечения психзаболеваний. А какое у меня психзаболевание? Я вот диагноз не знаю. А если бы вы берете группу инвалидности по психзаболеваниям, то какое это заболевание? Ну, какое у меня? Не по онкологии же у вас заболевание? Ну, так и... Являетесь инвалидом? А как называется-то мое заболевание? Вы же помните, как мне Уцоров заболевание-то давал? Ну, Уцоров сам рисовал. Вы помните, это вы рисовали, вы мне задали вопрос разными ручками на листочке. Я говорю, я вообще к столу не подходил. А он мне в дело положил и написал в диагнозе, что это я рисовал, понимаете? Когда меня принимали, это был в 3-й год. Я даже не знаю свой диагноз. Сейчас идет диктофон, запись, понимаете? Я буду разбираться просто с этим, понимаете? Хорошо. Как, в общем, нет, а как быть, я понимаю? У меня третья группа рабочая, правильно? А он меня отправляет, и он мне говорит, до свидания, понимаете? Вы с какого доктора обращаетесь? Он говорит, у тебя нет этого листа, и у меня нет этого листа. И там, по-моему, было написано, что меня выдавали когда-то один раз. И то это простая бумажка, по-моему, даже печати нет, понимаете? Не знаю, что там было. Там было написано то ли штукатурку, то ли малярку, ну... И так далее. Но мне как быть-то вообще? Почему я должен на 8 тысяч жителей альфонсом быть там, извините там? У меня как выживать, если я хочу учиться идти работать, но... Почему я должен идти дворником, если я не могу быть поваром, но... Вы на всех задаете эти вопросы не имеете? Ну, хорошо, я сейчас к Кунжакову схожу, и что мне ему сказать, ну... Слушай, скажите сам, что мне сказали. Хорошо, отлично. Здравствуйте. А можно Кунжакову или Пусорву? Да, можно? Ну, извините, что я забыл, как вас зовут. Простите, пожалуйста. Я был сейчас у Крукина, короче, и у Мужакова... У Мужаков меня вообще чуть-то на три буквы не послал. Типа, у тебя, говорит, есть ли я вентиляционный лист? Я у Крукина, аж у меня все горы пересохло. У меня аж не меняемый разговор, короче, был. Я говорю, так у меня нет, у меня лет десять что-то давали, что я маляр штукатуры, и то, что я сказал, что учился. И то, что я даже не показывал вообще, что у меня есть образование на это. И типа там вот это записано, и типа ты можешь идти на стройку, и у меня его нет. Я говорю, так если я даже розовую губ потеряю, это можно восстановить. Он говорит, я не знаю, я не восстанавливаю. Я говорю, ну в Курганской области губ можно. И почему у меня-то нужно убыть, если у меня, допустим, потеряно? И то есть мне надо учиться, но... Подожди, если потеряно, значит, надо в Курган убрать. А смысл-то в чем? А что такое реабилитационный лист вообще-то? Ну разрешают-то, они как-нибудь работают. А кто его писал-то вообще? А кто? Кто группу давал. Они писали-то что-то? Кем я могу работать? Ну так у меня же третья группа, я же иду не работать, я же иду учиться на повара. Три месяца курса-то. Я понимаю. Вот в реабилитационном листе и должно быть написано. Ну и у меня даже не знаю, что было-то вообще. У меня и то, по-моему... Ну он-то, вот ты не знаешь, у тебя один он, да? Ты про себя не знаешь. А он откуда знает? У него их там сколько человек? Ну ладно, я говорю, у меня будет диагноз-то вообще. Он мне вообще сказал, ты не будешь работать и учиться ты не имеешь права. Мне сказали, вы же мне говорили, что я не имею права на оружие, на вождение. Я согласен. Мало ли там замкнет, да? Никто не застрахован, согласитесь, да? И задавил кого-то, допустим, там психанул. Чтобы у тебя проблем не было, что ты проучился, тебе не разрешают работать. Тебе нужно съездить в Курган, в этот Нафтек и взять этот лист, где написано, что ты можешь работать этим. Так, а смысл-то в чём? Они даже мне на бирже труда-то вообще сказали, что... Да как они... Когда тебе группа даёт, они должны тебе определить, чем ты можешь. Третья группа – она рабочая. Они должны написать, можешь работать тем-то, тем-то, тем-то. Да как это работать-то одно, учиться-то я имею права. Учиться-то я... Это же мне на учёбу, на справку, это не на работу, а на учёбу. Я понимаю. Но если ты проучишься, а потом тебе запретят работать. А вот когда я проучусь, потом-потому пусть запретят. Мне это надо сейчас на учёбу, понимаете? Что мне-то сказали на бирже-то вообще, что пусть дадут, что... Типа это, как это, не добро, а как-то там сказали, что можно меня допускать до учения или нет. У меня даже, что у меня группа рабочая, я сказал третья. Они сказали, что надо в больнице тебя взять, что и можешь тебя допускать до обучения или нельзя. Так напишите справку, что у меня... У меня же можно до обучения, это я не понимаю. У меня не первая, у меня не вторая, я даже диагноз свой не знаю. Вот я тебе и говорю, что решает комиссия МТЭК, которая в Кургане тебе группы давала. Угу. Они пришли. Так мне давали-то вообще в Шадвинской группу-то. У меня в ТЭКе тоже... У меня ранее, они в Курганах приезжали. Ну хорошо, а когда вот, допустим, в ТЭК будет, когда они приедут в следующий раз? Когда они приедут... Так. В мае должны приехать. В мае, да? Да. В первых числах. Я был, знаете, еще был хотел с вами поговорить. Они приехали с 8 мая. Я вот тут 9 мая праздник, я не знаю как мне. Знаете, я вот еще бы хотел с вами поговорить, не знаю как-то вот, нескромный. У меня такой разговор к вам, если честно, по поводу первого отделения бывшей мужаковой Екатерины Валериевны. Вы знаете, что там было в новогодние праздники, то есть зимой, то до моего пребывания. Вы ведь в курсе? Ну, там у них вечеринка была, и у них там, знаете, душ, где вот больные палаты, правильно? Первый покой-то, в смысле, это первое отделение, это второй-то, как это называется-то? Второй-то, но... И там у них через душ это надо в туалет, понимаете? И она в нетрезвом состоянии, будучи с бойфрендом, потала его на глазах у больных за половой орган, зашли вместе в туалет и вышли через определенное время. Я не поверил, ну, как бы 50 на 50, но когда я... Помните работника, которая работала Лидия Ивановна или Лидия Петровна? Она одежду-то выдавала, это белье-то, это... Ну, как ее зовут-то, помните? Ну, не помню. Лидочку я звали, да? А я ее встретил второй городской в больнице, и я говорю, это что-то правда, что ли? Она говорит, ты весь город в курсе, ты что-то только узнал, что ли? Вы меня извините, если мне там пишут диагнозы, рисуют карандашом, ручкой, когда меня принимали, я к столу не подходил, потом вкладывают в личное дело. А когда у меня третья группа, я должен быть альфонсом, если я имею право работать? Ну, я живу на 8 тысяч, а на 4 тысячи такой сигареты, правильно? А вы мне, как мне жить вообще? Так вы, я не знаю, по шизофрении, я в интернете смотрел там 25 тысяч вообще пенсии этого шизофреника. А у меня она вообще минимальная, у меня пенсия там вообще 4. А мне надо работать, зарабатывать. Почему я должен идти дворником, чтобы мне плевали в лицо, что ли? Или что, смеялись? Унижали меня, у меня вон какой сайт. Это какой претензий? Не, да ко мне как быть-то вообще? Я тебе объясняю, как быть. Надо там взять лист, в котором написано, кем ты можешь работать. Пожалуйста, потом учись. Да как смысл-то в чем? А эти документы-то разве мне не копию выдавали-то? У них-то этого документа нет, и там не написано, что я имею... Почему нет? И там не написано, что я имею право поваром-то работать. Это раз. Они решают, можете работать поваром или нет. Они решают. Вот если тебе сейчас Джеков даст справку о том, что ты можешь учиться, да? Учиться ты 100% имеешь право. Ну, имеешь, имеешь. Вот. Но если он тебе дашь эту справку, ты проучишься. А в ТЭК тебе Курганский, скажем, работать ты не можешь. Значит, зарплаты... А вы понимаете, я вот хочу обучиться, я хочу обучиться, что жену-то и кормить... Вот. Из зарплаты Лунжакова вычтут деньги, которые потратили на твое обучение. Нет, ну почему? Почему? Потому что он тебе дал справку, не посоветовавшись. Такие же не работать идут, понимаете? Это там вот, это справка-то за деньги, наверное. Ну, учат-то за деньги, наверное. Почему учат-то бесплатно, понимаете? Бесплатного ничего. Инвалидов... Вот биржа труда... Это для тебя бесплатно. Ну да. Преподаватели платят зарплату, да? Угу. Вот. А что там еще? Ну, дальше-то что? Ну. Ну, и мне сейчас, на смысле... Ну, давайте я вот тут аудиозапись-то отправлю в Курган, ага. Это... Вы мне электронную почту не дадите? Не надо аудиозапись-то. А как не надо-то? Я почему на восемьдесят живу, а не на двадцать пять? Это шизофреник. Вы мне скажите мой диагноз вообще. Вот видите, аудиозапись. И клюки им записаны. Я в Курган-то отправлю, а как? Так я тебе объясню. Я созвонил сейчас с женой, понимаете? Она пойдет в прокуратуру, если вы меня сейчас положите принудительно, понимаете? Да никто тебя принудительно не помнит. Вот и хорошо, я уже не так сильно боюсь. То есть, я понимаете, когда Колосовский, который умер, слава тебе Господи, что его дьявол-то забрал, поверьте мне, он гестапо вес. У меня челюсть извело от Гала Передула. А она у меня не закрывалась. Да подождите, я год, когда подъезжал на отметку, я чуть в обморок не падал в автобусе. И вы мне сейчас говорите, что я не имею права учиться на повара три месяца курса, что ли? Ну это что за издевательство? Вообще, я вот президента отправлю, понимаете? Еще раз я объясняю, что это решает Курганская степь. Извините. Это не консерв. Да. Хорошо, спасибо. Где мне можно вообще диагноз свой узнать? Где? У врача написать заявление о том, что вы хотите узнать свой диагноз. А вообще, подожди, а заявление это зачем писать? Это кому-то, если надо, допустим, участковому там или еще кому-то через это. Мне вообще заявление, я даже напишу заявление, он диагноз мне не говорил ни разу. Он мне сказал, вообще таких справок не даем. Я живу с инвалидностью, у меня пожизненная группа, я не знаю свой диагноз. Но Гава Передова я натерпелся. Издевательность в психушке это точно. А как это понимать-то вообще? Я еще раз объясняю, что если вы напишите заявление о том, что вы хотите узнать свой диагноз, еще какой-то вопрос. А он мне вообще справку, если я пишу заявление в бумажной форме, правильно? А этот документ, правильно? А он мне выдаст мой диагноз в письменной форме вообще? Письменной форме выдаст. А вы позвоните у Унжакова, я сейчас скажу, именно сейчас. Обходите, у вас заявление напишу. Если вы сейчас запишите заявление, мы вам даже можем напечатать, если вы хотите. Как вам удобнее будет, понимаете? Как вам удобнее? Лишь бы я вас не затруднил. Никаких затруднений для вас нет. Ну и смысл. Вот такие дела. Хотите, мы вам отпечатаем в прогнозку. Хотите, мужиков он так напишет. Только по вашему заявлению. А вот знаете, как вас зовут? Я вот Леонид, по-моему, да? Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич, это Кубасов, правильно? Михаил Юрьевич. Вот в диагнозе написано, что Соров там рисовал сам карандашом. И это я даже к столу не подходил. Мне потом Клюкин показывает. Игрит рисовал. Когда я на Колосовского завымыкать что-то, понимаете, писал. Короче, я в Москву. Я говорю, нет, ничего не писал. Он мне показал лист, там разные. Короче, фломастеры, пастики и так далее. Я не знаю, может убрали уже, понимаете. И смысл-то такой вообще. Я не понимаю, у меня почему такие затруднения-то вообще. В жизни-то. Я на работу вообще устроиться не могу. Я жену найти не могу. Мне только дураки. Вы знаете, вот диагноз вот это. Я не понял, в чем тут фломастики какие-то? Ну ладно, хорошо. У меня вот, допустим, у вас есть интернет вообще? Интернета у меня нет. У меня вообще нет. Да давайте я вам домен своего сайта оставлю. Вы ко мне на сайт зайдите. Ко мне из Голливуда ходят, из Калифорнии. У меня из США хостинг. У меня США на втором месте по хостингу, понимаете. У вас в госполком это и США не ходят. Даже из Москвы. Даже к президенту США России не ходят. А ко мне ходят. Я художник и поэт. Я пишу стихи. У меня магия глаз. У меня все описано. Люди, дети. Все при мне как зрачок увеличивается. Там видят в космос, в глазах видят. Ну смысл-то? А почему это? А почему это? А почему это? А почему это? Как это? Это феномен вообще-то. Вы даже понимаете, у меня даже вот на сайте я специально выложил гениальные безумцы. Понимаете? Ну они же в историю вошли. Это ваше право-то. Вы хотите сказать, что это у меня воображение играет? Это ваше право. Нет, ну а как? Но я не собираюсь никуда, ни в Штаты мне не нужны, чтобы они ко мне заходили, я к ним заходил. Нет, так а почему мой-то феномен-то вот связанный с глазами-то вообще? Почему в диагнозе-то у меня это не описывается? Почему я нищий-то у вас вообще? Если даже скачивают на фотобумаге. Фотобумага, знаете, фотография простая. Смотрят там глаз, допустим, да, вот такой зрачок на фотографии. Зрачок даже на фотобумаге увеличивается. И вообще там всякое разное там происходит. То Луну видят, то Юпитер. Понимаете? Люди, а дети вообще все видят. Понимаете? Оно связано с гипнозом. Понимаете? И я понимаю, что когда вам запросы приходят из Москвы, допустим, там через телевидение, через кого-то, допустим, какие запросы вообще на меня приходили и откуда? Вы не подскажете? Никто случайно не интересовался моим диагнозом. Потому что у меня вот это препятствие. Если мне сейчас говорят... Мне, Мужаков, знаете, что сказал с Клюккиным? Что ты не имеешь права работать поваром. У тебя заболевание. И мы тебе за это платим деньги. Я сказал, что 50 тысяч мне платите, что ли, или что? Это не мы платим. В том-то и дело, что государство... Причем здесь вообще Шадлинский, даже Курган. Понимаете? В том-то и дело, что государство... Государство. Вот вы как сами-то считаете? Я имею право учиться? Вы как, как человек, скажите? Имею я право учиться на повара курсы 3 месяца или не имею? Вот почему мне на стройке можно работать? А вдруг я кирпичом кого-нибудь ударю. А вот на повара мне учиться нельзя, я что-то не понимаю. А у меня вот написано строитель, там это или кто? Маляр, штукатур. А если я там, не знаю, кому-нибудь в рот краски налью? Знаете, идеи-то всякие могут быть. Фантазия-то развита у Мужакова. Вы понимаете? Нет, это всё. Дело в чём? Дело в том, что там вы работаете, повар работает у горячей плиты. Ну? У горячей плиты. Вот. Продуктами питания. Поэтому... Я ошпарить, короче, могу, а? Да. Ага. Ну а на стройке я имею право работать, если я скину кого-нибудь. Я говорю, что нужно всё-таки историю посмотреть. А, историю. Так я никого в жизни-то не ошпарил, но, понимаете, кипяток-то. Так значит можно. А смысл-то вот сей бред того вообще? Себя я бы не ошпарил. А в том-то и дело, что себя лишь бы не ошпарил бы. Я не понимаю. Мне как вообще, где мне работать-то? Почему мне принудительно, говорят, иди дворником? А может мне гомосексуализм заняться за деньги? А что такого-то? Где люди зарабатывают и геи называют? А как? С моей-то магией глаз, а с феноменом-то что? Почему вот это вот? А как так-то? Может и легально где устроюсь? А вдруг это одобрято в Госдуме-то? Вот такими же путём-то, как мне диагноз отдавали, да и всё. Вот как мне сейчас быть? То есть я какую-то запись в Курган отправляю или не отправляю? Да это ваше право отправить хоть куда. Давайте сделаем вот так. Вы можете отправить? Короче, если у меня, короче, будут проблемы вообще в жизни, ещё раз с работой, с деньгами, короче, я такой кипиш, короче, подниму вообще, что ой-ой-ой, до свидания.